Здравствуйте! Мы с вами находимся в столярной школе Рубанков. У нас конец учебного года и мы решили снять для вас небольшое видео о том, что же мы делаем в нашей школе на курсе классического столярного дела. Вы видите, на верстаках есть несколько предметов, которые уже, даже некоторые из них, покрашены первый слой грунтовочным маслом. Изделия мы выбираем всегда, не случайно. В прошлом году у нас было выбрано изделие «Кофейная тумбочка», вот с этой стороны, на этой верстаке. Один из курсантов выбрал и в этом году сделать такое изделие. Все остальные ученики немножко усложили задачу, точнее, под чутким руководством преподавателя. Они это сделали, и мы воплощаем эту думку в реальность. На данном этапе мы полностью собрали корпуса, сделали столешницы. У нас остался месяц обучения, апрель, конец апреля, начало мая. Месяц обучения, в течение которого мы должны сделать выдвижной ящик у всех изделий. Какие-то изделия еще не собраны, но они более сложные. Об этом мы постараемся вам показать через месяц. Мы, как обычно, обещаем, сделаем или не сделаем, посмотрим. Да, просто по верстаку, по верстакам, посмотрите, пожалуйста, Петр Сергеевич, проведи камеры. Изделие довольно-таки сложное. В чем суть этих всех изделий? Мы полистали журнал «Мастер-мастерская» и, в частности, «Вудмастер». У нас подписка есть на этот журнал, все номера есть. Мы выбрали изделия и воплотили их в реальность. А он разве еще выпускается? Он, скорее всего, уже не выпускается. Сейчас аналог есть, наш журнал «Мастер-мастерская». Суть в том, что тот журнал предлагает очень интересные проекты, по крайней мере, внешний вид. Мы полностью переработали всю внутрянку. Взяли дизайн изделия за основу, но внутри мы полностью все переработали. И в этом заключалась наша творческая работа, наша и так проектирование. Все соединения мы заменили на соединения столярмами. Все, что было сделано из МДФ фанеры и других листовых материалов, мы заменили на массив. Тут не видно никаких соединений с Сергеем Александровичем. Соединений не видно, потому что они внутри. На самом деле, вот они есть, посмотрите. Ласочкин хвост в торец. Вот все, что видно, скорее всего. Потом здесь шип проушина, все скрыто. Шип низкого скрыта, соединения. Да, по конструкции. Почему мы выбрали на классическом столярном деле, на курсе нашем большом, самом большом курсе, именно такое изделие? Оно включает в себя все виды столярных конструкций. Все виды столярных конструкций, а их всего три. Щитовая конструкция – это столешница. Рамная конструкция – это ножки и царги. И ящичная конструкция, выдвижной ящик, которого здесь нет, но которая здесь будет обязательно. Соответственно, внешний вид, дизайн нам интересен постольку, поскольку для нас, как мастеров, начинающих, важнее изучить все конструкции столярные и научиться их делать. Вот, да, здесь ящик уже есть. Это изделие проще, чем другие. Его сделали быстрее. Здесь есть некоторые ошибки. Не обращайте на это внимания. Все это скрывается. Все исправится. Так вот, да, мы в наших изделиях воплотили все три столярных конструкции, три существующих вида столярных конструкций, и максимально отработали столярные соединения каждого из конструкций. Соответственно, ящик у нас на лачкин хвост сделан. Рамная конструкция на шип гнездо или шип проушина. И щитовая конструкция на гладкую фугу. Все изделия, которые вы здесь видите, сделаны практически полностью ручным инструментом. Почему практически полностью? Некоторые части, такие как ганаш, ножки, мы в этом курсе делали на станках. Так, суть какова была? Две ножки мы делаем полностью ручным инструментом, а две на станках. Для того, чтобы просто увидеть, как это на станке работает, изучить технику безопасности и так далее. Немножко убыстрить работу. Только потому, что разные изделия. В этом курсе не так много было учеников, поэтому мы позволили им выбрать изделия и дали возможность поработать на станке. Чуть-чуть. На станке не понять физику материала, химию материала, как оно себя ведет, как с ним работать. Станок быстрый, глупый, бездумный. Ручной инструмент в этом отношении намного превосходит станки. Он учит думать, работать с материалом по-настоящему. Изделия, которые на этом верстаке, это изделия преподавателя, чтобы не терять хватку, подтверждать квалификацию. Мастер-преподаватель, ну так уж получается, раз в полугодие тоже делает изделия. Два изделия РГО. Здесь все те же самые классические столярные соединения и столярные конструкции. Ну, идем в ногу с курсантами. Да, у нас совсем недавно закончился ремесленный практикум. Неделя ремесленных практикумов была. Мы еще год назад их называли столярный практикум, теперь уже называем ремесленный. Потому что это неделя практикумов, в котором включают в себя столярный практикум, токарный практикум и практикум по резьбе и рубленная посуда. Неделя эта окончена, поэтому здесь немножко хаос. Мы немножко уставшие. Да, и заканчивается учебный год. Постепенно, через месяц закончится курс классического столярного дела. Начнется время отпусков, летом. Летом у нас курсов никаких нет, но есть ремесленные практикумы. Собственно, на них я вас и приглашаю. К нам приезжают со всей страны курсанты, ученики. Поэтому это период отпусков, самое лучшее время. Летом мы проводим два практикума, они быстро довольно-таки набираются. В расписании посмотрите. Я так навскидку помню, что 5 июня начнется первый практикум. А второй столярный практикум начнется 24 июля. И тот неделю, и тот неделю. И тот практикум, и следующий практикум включают в себя столярку, токарку, резьбу. Выбирайте, что вам интересно, покупайте где-то, приезжайте. Так, ну, события, ближайшие события, да, раз уж мы такое внезапное включение в эфир. И очень скоро, ближайшее мероприятие, фестиваль столярного дела. В Сокольниках, Москва. Ждем всех гостей, приезжайте. Там будет невероятное количество мастеров. Ученики наши туда все поедут. Это такой большой слет мастеров со всей страны. 6-7 мая, Москва, Сокольники. Прекрасное времяпрепровождение. Вход платный, а тот же обычно спрашивает, как туда попасть. Да, платный. Так, в этом видео мы еще хотели совсем немножко поговорить о том, какую древесину мы предпочитаем в нашей работе. В изделии преподавателя вы можете наблюдать различные сорта, различные породы древесины. Бук, волнистый клен, сапели, обычный клен или сахарный клен. И бук с очень красивым тангенциальным распилом, подобранный очень интересно. Довольно-таки сложный материал. Преподаватель может себе такое позволить. Ошибка минимальная, поэтому материала уходит мало. Все наши курсанты и классического столярного дела, и ученики ремесленных практикумов работают с буком. Первое, потому что у нас их много. Право на ошибку у них больше, ошибаются они чаще. И второе, с буком легче работать, как-то ни странно. Мы работали с ольхой, материалом более мягким. Материал более сложный, покажется, что он мягче. Вроде бы должно легче резаться, перец, строгаться. На самом деле нет. Бук удивительно хороший инструмент, материал для начинающего мастера. Удивительно хороший. Дальше мы только растем, увеличиваем сложность. Дуб, клен и так далее. Поэтому мы выбираем бук, советуем всем начинать с бука. Дальше уже дизайн. Не придумывайте ничего. Поступайте так же, как и мы. Берите журнал или какую-то книгу. Берите проверенное изделие. И попытайтесь его просто повторить. Вот как мы повторяем изделие из журнала. Это и есть первое изделие курсантов. Первое изделие. Говорят, что это должна быть табуретка. Это практически табуретка, только более сложная. Просто более сложная табуретка. Прокачанная табуретка. Прокачанная табуретка, да. И мы делаем ее из бука. Хороший, плотный материал. Однородный. И, как говорят, на века. Мы стараемся делать на века изделие. Поэтому количество вложенного труда, количество потраченных денег, сил, нервов должно себя оправдать. Раз, два, три, четыре. Пять изделий. Шестое изделие у нас, я забыл, к сожалению, как это называется речь. Под цветы, подставка по цветы с ирисами. Это изделие. Цветочница. Цветочница. Александра Викторовича Панова, нашего преподавателя по резьбе. Нет, это ирисы, да? Да. Ирисы. Великолепное изделие. Тоже из бука сделано. И я такую небольшую хитрость открою. Если можно... Пусть он меня простит. Изделие само из бука. А резьба сделана из материала ольха. Посмотрите. Ну, под маслом это не отличить. Это будет как будто бы одна порода. Просто ольха режется легче, чем бук. Вот. Это он заканчивает изделие. Не в рамках нашего курса. Просто здесь каждый преподаватель, он горит своим делом. И он всегда что-то делает. Всегда что-то делает. Вот. Собственно, наверное, все, что мы хотели рассказать о тебе выпуском. Мы финишируем этот год учебный. У нас подходит к финалу. Мы приглашаем вас на следующий год. Приходите к нам. У нас каждый год все интереснее и интереснее. Угу. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...